Без такого QR-кода в Молдове никуда. Ни в кафе, ни в ресторан, ни в театр, ни в кинотеатр, ни в спортзал. Если сертификата о полном курсе вакцинации нет, на входе необходимо предъявить свежий ПЦР-тест. Его граждане делают за свой счет. Стоит 45 долларов, действителен 3 дня. Подойдет и анализ о наличии антител. Он вдвое дешевле и действителен 3 месяца. Ограничения ввели еще в начале октября с целью повысить уровень вакцинации. Но она по-прежнему буксует. На сегодняшний день двумя компонентами привиты 27% от общего числа жителей. За полтора месяца эта цифра увеличилась лишь на 3%. Молдова постепенно выходит из красной зоны. В больших городах снижается число новых случаев, а в больницах планируют закрывать ковид-отделение. Без этого документа в Армении не попасть на рабочее место. Это сертификат о полной вакцинации. Она уже несколько месяцев в стране обязательна. В первую очередь ее требуют от работников сферы услуг, спасателей, журналистов, учителей и медиков. Если они не успели сделать прививку, то каждые две недели должны сдавать ПЦР-тест. Он в стране стоит 20-30 долларов. Несмотря на жесткие ограничения, привившихся двумя компонентами, пока немного – 13%. В два раза больше прошли первый этап вакцинации. Так что к концу года сертификаты может получить уже треть от общего числа жителей республики. Количество заболевших в Армении идет на спад. В день не более тысячи новых случаев. Ограничения ввели на этой неделе и в Казахстане. Вход в большие магазины и развлекательные центры теперь только по зеленым паспортам. Их получают те, кто полностью вакцинировался или переболел коронавирусом. На входе можно предъявить и ПЦР-тест. Срок годности – 7 дней. Темпы прививочной кампании в Казахстане высокие. Два этапа вакцины прошли более 40% жителей страны. Начали прививать детей старше 12 лет и беременных женщин. Для этого закупили препарат Pfizer. В республике уже вторую неделю снижается количество заболевших. Сейчас это чуть больше тысячи в сутки. Ковид-паспорта обязательны и в Азербайджане. Без них тоже не попадешь в общественные места. Сертификат требует при заселении в отель. Документ, подтверждающий прививку, должен быть у водителей и пассажиров междугородних автобусных рейсов, а также у таксистов. В республике один из лучших показателей вакцинации среди стран Содружества. Почти 45% полностью прошли эту процедуру. Но растет и число заболевших. Более 2000 новых случаев в сутки. В Минздраве уверяют, что ситуация под контролем и введение дополнительных ограничений пока не планирует. До введения зеленых паспортов Грузии остается менее 10 дней. С 1 декабря попасть в рестораны, гостиницы, театры, кино и музей можно будет только с QR-кодом. То же самое касается и фитнес-центров. Система, которая выдает код всем вакцинированным или переболевшим и сдавшим тест, уже работает. Прививочная компания набирает обороты. По 6-7 тысяч человек в сутки проходят эту процедуру. Двумя дозами вакцинировано около 40% населения. У нас по-прежнему высокая летальность. В сутки от коронавируса погибают не менее 70 человек. И 99% те, кто не делал прививки. QR-коды в Беларуси не требуются. А пока вход в общественные места свободный. Но медики рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Постепенно идет на спад и заболеваемость. В среднем 1800 новых случаев в сутки. Полностью прошли вакцинацию более четверти жителей страны. До Нового года планируют довести эту цифру до 60%. Тем, кто сделали прививку полгода назад, Минздрав рекомендует сделать третий бустерный укол спутником Лайт. Хорошо себя зарекомендовал в республике и спутник Ви. Эффективность препарата более 96%. Не стали вводить ограничения для непривитых и в Кыргызстане. Но все, кто прошел эту процедуру, получают вот такие электронные сертификаты. Их можно распечатать и носить с собой. Но сейчас они нужны для вылета за рубеж и регистрации в приложении «Путешествуй без ковид». Кривая по заболевшим в республике идет вниз. В день не более 70-80 новых случаев. А число вакцинированных двумя компонентами, наоборот, растет. Таких уже почти 13%. Минздрав одобрил прививку для беременных и детей старше 12 лет. Также стартовала и ревакцинация для тех, кто сделал укол несколько месяцев назад. Среди тех, кто не торопится с введением QR-кодов, и Таджикистан. Сертификаты вакцинации людям выдают, но в общественных местах его предоставлять не нужно. Зато прививка от коронавируса в стране обязательная. В первую очередь для врачей, педагогов, госслужащих и пожилых. Два компонента сделали почти четверть от общего числа жителей. В республике уже полторы недели не фиксируют ни одного нового случая.